Приветствую вас, аноним. Про компромисс вам уже сказали, я не буду стараться, да, вот насчет компромисса, не буду говорить, что вам нужно искать компромисс, потому что из ответов моих коллег, я думаю, что вы и так, в принципе, тоже поняли, что нужно искать компромисс, да, нужно договариваться как-то, вот, нужно ситуацию решать каким-то образом, вот, даже если это сейчас кажется достаточно сложно, потому что такие принципиальные взгляды на одни и те же вещи, причем такие достаточно фундаментальные, конечно, вот, ну, жизнь не облегчает, давайте будем, наверное, все смирить. Вопрос, который я хотел бы вам задать и то, на что я хотел бы обратить ваше внимание, вот, заключается немножечко в другом. Вопрос заключается в том, что, да, мы с мужем по факту получаются достаточно разные люди в этом смысле, и у вас разные взгляды на, в общем, географическое положение, да, разные взгляды на путешествие, разные взгляды на работу, точнее, разные отношения к работе, очевидно. Вот, не взгляды, а именно отношения к работе. И, понимаете, вы же выбрали мужа своего, вы же с ним стали жить вместе, вы же вышли за него замуж. И я думаю, что это не случайно. Я думаю, что это не просто так, я думаю, что, очевидно, между вами есть что-то общее, очевидно, есть то, что вас связывает, очевидно, есть вещи, которые, которые мотивировали вас принять своего мужа, вот, с такими особенностями, да, совершенно очевидно. И вам нужно вспомнить, как мне кажется, вам нужно вспомнить, воссоздать этот момент, воссоздать эту ситуацию, воссоздать весь, скажем так, путь, ваш путь. Принятие мужа и развитие к нему отношения, да, потому что сейчас, вот именно сейчас, ситуация, ну, больше выглядит, так, что у вас довольно резко изменилось отношение к мужу. Вот, сейчас глаз выглядит так, что вы своего мужа принимать, вообще говоря, перестали. Вот, и вас очень тяготит то, что он, вот, делает то, как он себя ведет. Сейчас вот внезапно вы увидели для себя, что принимать его такой вот особенность вы не можете, или вам достаточно тяжело это делать. И, собственно, вопрос, который вам нужно себе задать, звучит примерно так. А, как, я, я пришла к этому вопросу, как я пришла к вопросу о том, что не знаю, как поступать в этой ситуации. Вот, именно, как я пришла к этому вопросу, конкретно. Мне кажется, это очень важный момент, потому что, ну вот, то, что вы переживаете сейчас, то, что вы не знаете сейчас, как вам делать, да, и что вам делать, то, что вы не знаете выхода из этой ситуации, говорят о том, что у вас есть сомнения, есть противоречия. И идея заключается в том, чтобы ваши сомнения, да, чтобы их не было. И идея заключается в том, чтобы вы могли бы свои сомнения разрешить. Поэтому необходимо понять, как вы к ней пришли. Потому что то, о чем вы говорите, то, о чем вы сейчас рассказываете в контексте своего мужа. Ну, это достаточно, я бы сказал, достаточно глобальная ситуация, это достаточно глобальная история, на мой взгляд. Да, это достаточно серьезный, это достаточно глобальный, и вряд ли вы узнали об этом только что. Вот. Вряд ли вы узнали об этом только что. Поэтому ключевой момент здесь как раз таки заключается в том, чтобы всю картинку, всю картинку проследить, чтобы всю картинку увидеть, чтобы увидеть всё. Весь ваш путь к этому сомнению. Вот. Может быть вы стали, грубо говоря, меньше, там, к примеру, своего мужчину любить. Да, вот. Может быть вы стали меньше своего мужа любить. А, может быть, у вас произошли какие-то, ну, обиды, например. То есть вот вы как-то вот, ну, может быть, стали обижаться на что-то, да, да. На своего мужа вы стали обижаться. Вот. То есть тут на самом деле довольно много разных, может быть, причин. Вот. И основной момент заключается в том, чтобы понять, что эти, что это за причины, что они себя представляют. Вот. И, в общем-то, что с ними дальше делать вы можете дальше. Вот. Что вы с ними можете дальше делать. Что вы с ними, может быть, хотите сделать. Понимаете? Кажется только. Вот. Вот. Может быть, вы ничего не хотите с этим делать. Может быть, у вас уже назрело какое-то решение. Может быть, у вас уже назрело, ну, назрели какие-то мысли на этот счёт. Как можно этот вопрос решить и в этом ли вообще проблема. То есть зачастую то, что вы описываете не является проблемой как таковой. Зачастую это лишь повод, да, лишь такое вот, можно сказать, предисловие для более серьёзной проблемы, которая, ну, например, между людьми, между людьми, да. Вот. Зачастую. Зачастую. Но не всегда, конечно. Не всегда. Вот. Так что... Я думаю, что исходить вам здесь нужно исключительно из своего отношения к мужу. То есть если своего мужа вы любите, да, если у вас есть к мужу чувства, вот, то в таком случае можно и нужно, наверное, даже, позволить ему быть тем, кто он есть и делать ему, позволить делать ему то, что он хочет. А себе позволить быть той, кто есть вы и позволить себе делать то, что, ну, то, что вы хотите. Если же чувства, чувства, чувства к мужу у вас не особо немного, если чувства к мужу у вас не осталось, или, или, там, осталось, но, там, к примеру, гораздо меньше, например, вот, или у вас, там, уже есть сложности какие-то во взаимоотношениях, то мне кажется, что имеет смысл сначала решить эти моменты, и уже потом думать по поводу вопроса, которые вы задаёте. То есть, ну, смотреть, условно говоря, в корень проблемы. Функциональный же вопрос можно несколько переформулировать. Так, хочется ли мне, вот, хочу ли я сейчас, на данный момент, идти на компромисс, со своим мужем. Вот, наверное, вопрос, который вам нужно себе задать, он будет звучать так. То есть, не как мне поступать в этой ситуации, потому что, как поступать, решите вы сами. А именно, хочется ли мне идти на компромисс со своим мужем. Хочется ли мне искать компромисс. Хочется ли мне идти ему навстречу, там, где-то, да, в чём-то и так далее. И вот, если не хочется идти навстречу с мужем. Да, навстречу мужем, точнее. Если вам не хочется этого делать, это уже вопрос. Да, это уже вопрос. Это уже как раз таки вопрос о том, что вы к мужу чувствуете и в каком состоянии находятся ваши отношения с мужем. Вот. Понимаете? Какая штука. Какая штука. Вот. Очень важно на этом зафиксировать ваше внимание. То есть, мне бы хотелось, чтобы вы смотрели на ситуацию, мне бы хотелось, чтобы вы смотрели на ситуацию несколько глубже, чтобы вы видели ситуацию несколько глубже, чтобы вы не позволяли вот отвлекающим моментам, когда, которые, ну, вне всякого сомнения, есть и будут, они существуют всегда. Вот. Чтобы вы не позволяли этим моментам отвлекающим себя отвлечь. Вот. Чтобы вы смотрели в корень проблемы. А он как раз таки в том, хотите ли вы идти с мужем на компромисс или нет. Потому что, в принципе, ну, глобально ничего сверхнеобычного вы не описываете глобально. То есть, что это значит глобально? Это значит, что люди действительно разные. И у людей, ну, действительно, могут быть различные взгляды на вещи, да, какие-то. И, в общем-то, это абсолютно нормально, что у вас с мужем, вот, ну, различаются вот, различаются потребности, да, различаются представления там о том, как вот все вот это вот должно быть. Вот. Мне кажется, что это абсолютно нормально. Да, это, конечно, такая более глобальная история. Это, конечно, более, более глобальный момент, что касается вот проживания и так далее. И это вопрос, конечно, вот к вам, да, то есть, как вот вы, ну, вот с человеком, таким человеком, как бы, ну, скрепили свою жизнь, да, и так далее. Вот. Вот. Это, конечно, конечно, достаточно важный момент, достаточно интересный момент. Но в целом ничего необычного вы не описываете. И если есть, ну, чувство, да, если есть любовь, если есть какое-то вот, ну, желание что-то делать для друг друга, то в целом, ну, мне думается так, что проблема решается. Вот. Только решайте, ну, не в том случае, в каком хочется вам, а не в том случае, в каком, например, говорят, ну, допустим, специалисты, да, психологи, например. Потому что мне не много людей много, а поскольку, ну, жизнь, она ваша и жить вам, то идеально, если вы сами решите, в каком направлении, да, в какую сторону вам двигаться. Это было бы просто, ну, справедливо, что ли, по отношению, по отношению к вам. Вот. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был полезен. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.